Юбилейная выставка художника Бутафора Владимира Пелевина Владимир Александрович человек творческий, неординатный. И основную закваску, как говорится, школу он прошел именно в нашей школе. Учителя у него были очень солидные, наши известные преподаватели, те, кто организовывал эту школу. Поэтому ему было у кого поучиться и в конечном счете надевать свой дар. А то, что Владимир Александрович дорогитый человек, это видно по его работам. В художественной школе Владимир Александрович преподавал скульптуру, и, как уточняет директор школы, делал он это замечательно. И, конечно, оставил свой неповторимый вклад в образовательном процессе учреждения. Занимался скульптурой не только в стенах школы, но с учениками ходил и на карьеры, где делал скульптуру из леска, занимался снежной скульптурой. То есть было интересно. В то время это было интересно. Ни рисунок, ни живопись, а именно скульптуру детям, чтобы завивали пластику рук, движение пластику, усовершенствовали свои навыки в рисовании, потом это помогает очень. Лепка, особенно лепка, она пластику рук развивает у детей. На выставке представлено более 40 работ. Среди них – любимые жанры художника, портреты и пейзажи. Самое желанное время для творчества, как признается Владимир Александрович, это зима, подтверждением чему является несколько выставочных работ. Я домой иду, допустим, когда возвращаюсь домой, увидел мотив, понравилось. У меня много, я там по Ефремову жил, там бор у меня сразу бор, то есть и сосны. И поэтому у меня мотивы, они все рядышком. На зарядку ли побежал утром, раз, интересный мотив. Машку взял, карандашиком раз, опять нарисовал. Потом уже по памяти дорисовываешь, пишешь уже там. Все, что создано за десятки лет, просто не могло войти в одну выставку. Да и многих произведений уже нет в домашней коллекции. О некоторых работах художник немного сожалеет. Много работы, естественно, ушло на заказ. Были заказы и так дарил просто родственникам на свадьбу, на день рождения. То есть работы, в принципе, даже очень сейчас вспоминаю, очень хорошие, удачные какие-то такие работы живописные. Их сейчас уже давно нету. У меня их уже не восстановить просто. Ну, рисунки какие-то остаются, можно, конечно, сделать. Но я почему-то всегда пишу одну работу, не стараюсь повторять. Даже повторять один раз, одну пробовал работу, повторить, она уже получилась совершенно другая. Состояние души, по твердому убеждению автора выставки, невозможно повторить спустя время точь-в-точь. А результат художественного произведения зависит как раз от конкретного душевного состояния и конкретного настроения. Есть у Пелевина и другие мотиваторы творчества, причем для каждого жанра свои. Если пейзаж, взять пейзаж, то пейзаж тоже по настроению идет. Солнечная погода, там дождь, снег или еще плохая погода, она тоже создает свои ассоциации. Домой прихожу, и если нет возможности нарисовать, там с натуры, там дождь, снег, естественно, холодно. Дома по памяти быстренько зарисовываешь. Но потом возвращаешься к этому пейзажу, мотиву, дорисовываешь его как бы уже здесь. Но делая так, как то состояние, выводя в то состояние, которое понравилось. Первую я увидел, оно ошеломляет, впечатляет. Вдохновение на написание портрета, по мнению Владимира Александровича, тоже появляется по-разному. К примеру, с приходом на работу в драматический театр, бытовой жанр все больше увлекает художника. Коллектив стал для него безусловным источником вдохновения на такие работы. Рабочих просто рисую, я просто раздаю, раздаю рисунки. Просто для себя, то есть как бы мне больше это для себя нужно. И человеку характер, ну передашь характер человека, там все, и человеку приятно. И это чувство, похоже, взаимное у Пелевина и у его нынешних коллег по бутафорскому цеху. От их имени художника поздравил пришедший на открытие выставки в школу директор городского драмтеатра. Действительно талантливый человек, талантливый во всем. И вот сегодняшняя выставка, с которой хочется поздравить вас и скоро у вас юбилей, искренне пожелать здоровья и чтобы ваше творчество продолжало вас всех радовать. Друзья пришли поздравить своего коллегу. Они искренне порадовались за то, что у прошедшего длинный творческий путь товарища накопилось немало свидетельств полезности его труда. Благодаря нему, в чем коллеги убеждены, окружающая жизнь становится более понятной, более значительной, более прекрасной. Вот эта теплота душевная, в его работах просматривается очень сильно. Они очень камерные, небольшие вроде бы, но сделаны все с чувством, с душой, очень откровенной работой. И поэтому привлекают к себе внимание. И пока выставка работает, есть надежда, что каждый посетитель, обративший свое внимание на работы Владимира Пелевина, обязательно почувствует магическое влияние живописи и унесет с собой частичку настроения художника, работавшего ради этого момента не один десяток лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова